Ну что же, здравствуйте, я вас приветствую. Сегодня, спасибо большое за Вить, сегодня у нас девятая лекция и тема этой лекции рекурсия. Что? Ждали? Итак, я вам уже рассказывал про то, что такое стэк вызовов и как в принципе организован возврат к месту, откуда происходил вызов, то есть запоминается адрес возврата. И про логику декомпозиции, когда мы раскладываем задачу на подзадачи, подзадача может в свою очередь опять же возвратить на подзадачи, и все это оформляется в виде функций. Так вот, оказывается, что нет никаких проблем для функции вызвать самая себя. Нет никаких проблем функции вызвать самая себя. И это особенно эффективно при наличии локальных перемен. То есть тех перемен, в которых функция меняет. она вызвана, и у нее вот в этом инстансе вызова, ее не факт вызова, но факт вызова порождает как бы контекст выполнения данной функции. Понятно? То есть все множество, весь набор локальных перемен у этой функции будет свой. В питоне вот этот контекст вызовов по сути является пространством имен функции. Вызов функции порождает пространство имен. Ну и соответственно, раз пространство имен новое, то если у вас появляются новые имена, новые нотификаторы со ссылками на какие-то объекты, то сборщик мусора эти объекты не удаляем. То есть он, а ссылочка есть, все нормально, значит продолжаем работать. Продолжаем объект удерживать памяти. Так, окей, да? Все в порядке? А теперь по поводу рекурсии. Сейчас. Давайте с вами делать матреш. В русских народных сказках, кроме циклов, часто встречается рекурсия. И в русских народных игрушках тоже есть элемент рекурсии. Вот. Но, например, есть замечательная сказка про то, как дед сажал репку. Давайте начнем с репки. Посадил дед репку. Выросла репка сладка, репка, большая-пребольшая. Стал дед репку рвать. Тянет-потянет, вытянуть не может. Что делает дед? Дед ставит под задачу. Он вместо того, чтобы просто тянуть, делает сложнее. Он перед тем, как, собственно, тянуть, говорит, эй, бабка. Дальше что? Бабка тянет, сообщает импульс, возвращает импульс к деду. Дед, пользуясь этим импульсом, заканчивает решение задачи. Понятно, да? То есть, последовательность действий деда, понятно. Позвать бабку. Бабка делает свое дело. Тянет. Как она это делает, деда не интересует. Дед вообще может быть глухой. И он даже не видит, что там целая вереница выставил. Для него, его тянет бабка. Понятно? Его задачу, сообщение ему усилия, выполняет бабка. Да? То есть, он, короче говоря, позвал бабку. Бабка, вместо того, чтобы сразу начать тянуть, тоже сделала так. Она вначале позвала внучку. Да? Бабка. Бабка. Да? Позвала внучку. Да? Внучка позвала... Что? Внучка. Русая коса. Да? С носом. Это вот получился. Да. Вот. Русая коса. Пальтика. Позвала жучку. Да? Жучка тягит внучку. Что дальше у нас? Кто помнит? Упирается жучка. Да? И жучку тянет кошка. А кошку тянет мышка. Мы хвост вниз на весу. И мышка тянет кошку. Решила помочь. О! Так вот. Обратите внимание. Обратите внимание, что мышка никого не зовет. Это очень важно. То есть, в конечном, вот в самом последнем этапе рекурсии должен существовать крайний случай. Задача двигается от сложной к простым. То есть, она упрощается по мере спуска вглубь рекурсии. Вот этот уровень погружения называется глубина рекурсии. Соответственно, у нас дед находится на каком уровне? Ну, поскольку задача была, вот, в контекст мэйл, да, без входа в этой функции, это нулевой, то дед уже, как бы, погружение на уровень 1, да, 2, 3, 4, 5. И вот на каком-то уровне глубины рекурсии у нас возникает так называемый крайний случай. Крайний случай. Когда функция выполняет задачу, а, ну это просто, все, и выполняет ее. Ясно? Вот, а случай, который, вот этот, называется рекурсивный случай. Рекурсивный или рекуррентный. Причем это, и тот, и тот случай обрабатывает одна и та же функция. Сама. Она не нуждается в дополнительных посредниках. Но все-таки, эта сказка хороша, но все-таки здесь герои-то разные. А вот матрешка, там действительно, что нужно, чтобы сделать матрешку? Давайте делать матрешку. Что нужно сделать? Нужно сделать нижнюю половину матрешки. Да? Сделать низ. Да? Давайте вверх. Так. Make. МКВ. Так? Что нужно сообщить, или как параметры делателю матрешки? Ну, во-первых, размер. Да? Size. Маловато я написал. Маловато я написал. Но давайте я справлю, чтобы у меня телес помещался. Дех. Make. Матроска. Между прочим, видеоформат МКВ, матроска, это в честь матрешки. Что мне нужно сообщить? Size. Да? Я сейчас не помню. Size у нас свободная переменная или нет? Идентификаторная. А? Подробная. Кажется, size свободная. Я что-то не буду. Type занят, понятно. А size, по-моему, свободная. Size и, во-вторых, глубина. Дех. Глубина этой матрешки. Потому что сложно ли сделать вот такую матрешку, скажите? Вот такую матрешку сделать сложно или нет? Нет. А? Смотря сколько у нее матрешечек. Правильно. Смотря сколько у нее матрешечек внутри. Если вам скажут, сделать вот такую матрешку, но чтобы 20 матрешек внутри у тебя было. Это будет задача реально неподъемная. Потому что они еще мелкие, это наоборот создает проблему. Понимаете? То есть не размер матрешки определяет ее сложность. А как раз требуемая глубина. Вот здесь я буду закладывать требуемую глубину. Требуемую. То есть, может быть, не совсем здесь. Все-таки, чтобы не путать глубину рекурсии. Давайте нам нужно сделать. Нам нужно. Вот так. Size и наоборот. Что нужно сделать? Ну, во-первых, надо сделать низ. Да? Принт. Так. Сделать низ этой самой матрешки. Низ матрешки. Или давайте, низ размера. Размера. Size. Так. Низ размера Size. Потом надо что сделать? Положить туда матрешку и закрыть ее вверх. Правильно? Логично? То есть мне вот сейчас, вот прям сейчас, надо сюда вложить матрешку меньшего размера. Size минус один размер. Как я поступлю? Я попрошу баллов. То есть я делегирую это другой функции. Какой? А, у меня есть функция. Называется Make Matroska. Да? Вот так ее и сделаем. Что я делаю? Я вызываю функцию Make Matroska. А? Почему? Прекрасно. Тихо, тихо. Тишина. Это через минутку. Make Matroska. Что я говорю? Size минус один. Да? Количество матрешек там требуемое внутри. На один меньше. После чего нужно что сделать? Надо, собственно, вверх матрешки. Вверх размера size. Поскольку этот size локальное переменое, то, пожалуйста, после возврата оттуда он мне вернет, соответственно, и size останется тем же, каким был. То есть у каждой функции свой собственный size. Так, еще есть, собственно, пожелание сказать или нет? Тогда знак, он будет бесконечно, получается, уменьшать размеры или... А еще, больше никто ничего не хочет сказать. Один человек чувствует. Не в палатку. А? И в ней же я не возвращаю. Я... Так это и есть суть рекурсии. В чем проблема? Я ее, в смысле, возвращаю. Я ее вызываю. Не возвращаю, а вызываю. Это не является проблемой. Надо их уставить на момент того, что size сравниваю. Абсолютно верно. Человек писал рекурсию. Действительно. Я забыл про крайний случай. То есть у меня продолжается. Кошка позвала мышку, мышка позвала муху, муха позвала комара, комар позвал микробы, микроб позвал атом, атом позвал. Кварк и так далее. То есть это бесконечная рекурсия получается. Я не дойду до вот этих вот фраз. Просто не дойду. В чем именно вот в этой мышке проблема? Это очень частая ошибка. Очень частая. Что нужно было сделать? Когда вы формулируете рекурсию, решаете задачу рекуррентным методом, вы должны подумать не только про пункт 1, как вы сведете задачу к более простой подзадачи, а еще о том, как вы решите эту простую задачу, елки-палки. Например. Например. Вы придумали искусственный интеллект шахов. И вот что вы делаете? Вот у вас есть поле. У меня вот такие будут шахты. И вы делаете вот сюда. Например. Предполагаете. А что будет, если я сделаю вот сюда? И хотите что сделать? Предположить. То есть этот предполагаемый ход. Давайте так. Вот текущая ситуация. Вот текущая ситуация. Вы хотите предположить, попробовать поставить ход куда-то. Вам нужно сколько вариантов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь вариантов. Вы предполагаете все эти варианты. Ну, я, естественно, сокращенно здесь нарисую. Какие-то варианты. Ну, раз, два, три и там четыре. Условно. Да? Вот. Значит, вы предполагаете, что вы поставите сюда. 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 вроде все случаи рассматриваем симметрично вот ну и дальше что нужно сделать ну синтегрировать у вас если здесь у вас возникает такая же ситуация для человека если у вас здесь выигрышная ситуация очевидно выигрышная то что говорит значит вот уход правильный да там вы можете глубже углублять включать предполагать чтобы противника и так далее но это пока крестики нольки я написал здесь мы еще не помрем во счете этой рекурсии до конца то есть в просчете до самого конца игры все будет в порядке вопрос вот в чем возникает на каком-то уровне рекурсии вам нужно как-то оценить эту ситуацию возникает вопрос можем ли мы это сделать без предположения дальнейших ходов чтобы сделать отсечку возникает вопрос что вот этот тривиальный случай крайний случай крайний случай может быть нетривиальный то есть можно придется прикидывать количество фигур с весами у кого больше фигур ну там соответственно с какими-то весами да то есть это может быть задачка не совсем примерно но в нашем случае мы забываем про искусственный интеллект мы заниматься не будем теперь не ваша специальность хотя крестики нолики может быть мы хотите крестики нолики что нужно сделать действительно нужно вписать разделение поведения но мне в данном случае я немножко не сэкономил там мне придется где-то это сделать вот так выше вверх мейк макроска сайз запятая номер а дальше что я делаю соответственно я делаю if если у меня number ну в данном случае рекурсивный случай получился у меня раньше чем крайний хотя обычно крайний все-таки вперед ставят чтобы про него точно не забыть если нам больше одной матрешки должно быть то мы делаем вот так да а иначе else да принц да цельная матрешка да цельная или матрешечка матрешечка да размера того же сайз кстати да то есть это ее локальный сайз который ей будет передан ауд chicos самое интересное возникает в процессе этих мы эта матрешка основа создания третьей матрешки, у меня что происходит? Порождаются новые уровни переменных, у которых новые два значения. То есть, если я вызвал матрешку, у которой сайз 1 и номер 4, например, то этой будет что? 4, 3, 3, 2, а эта матрешка вызовет матрешку, которая будет что иметь? Параметры 2, 1. И выполняя вот эта функция, она пойдет по вот этому ветвину, и она уже не будет вызывать самое себе. Поэтому она будет уже цельная матрешка, дизель. Все, все ясно? Да, и еще, вот эти принты, как они будут появляться? Они будут появляться в следующих последователях. Я буду писать только номер. Ну, или давайте, если уж там одинаковыми сделать, чтобы они были одинаковыми. 5, 4, 3, 2, и это еще тогда зовет последнюю. Ой. Так вот, я тогда увижу следующее. Я увижу вначале низ 5, затем низ 4, низ 3, низ 2. Дальше матрешечка 1, размер 1. А потом я увижу, собственно, что у меня возврат из функции более глубокого уровня происходит вот в эту точку. Вот сюда. И у меня продолжает вычисляться предыдущая функция. То есть эта функция сделала рекорд. А эта еще не закончила, она еще вверх должна сверху поставить. Понятно? Потом эта вернула рекорд, все, матрешка вложенности 2 закончена, третья матрешка заканчивает свою часть. Получается, что у нас у рекурсивной функции, в ее рекурсивном случае, не в крайнем, есть две части до точки Х и после точки Х. Эта штука называется прямой ход рекурсии. Прямой ход рекурсии. То есть мы уходим глубже, глубже, глубже. А эта штука называется обратный ход рекурсии. Окей? То есть 5, 4, 3, 2, 1, а потом 2, 3, 4, 5. Возврат будет происходить обратно к самой старшей среде функций. Потом и она, вычислив свое значение, вернет, ну и сделать все, что требовалось, вернет управление восходом. Поехали вперед. Теперь немножко нарешиваем задачу. Так, алгоритм Евклида. Итак, давайте с вами решим задачу поиска ГЦД. Вот там в модуле Fractions, в котором вы не успели на практической работе, есть стандартная функция ГЦД. Да? Напишем свою. ГЦД. Да? Давайте сейчас любому общему делителю, но в частности наибольшему. И если я из большего буду вычитать меньшее, то я получу в итоге два равных числа наибольшего общей делителю. Но есть более простой способ. Например, если я сталкиваюсь с ситуацией, что у меня B равно условно сразу наибольшему общему делителю, A это миллион, а B это один. Я буду очень долго вычитать. Поэтому проще что сделать? Сразу по модулю. А по модулю B. Да? Это по сути что такое? Это вычесть из А. Давайте я сделаю два. А здесь как раз у меня не два. Тогда я из А вычитаю некоторое кратное количество B. То есть оно у меня сразу сокращается до одного. Потом из B вычитаю кратное количество A. И что у меня получается? Ноль. Ничего страшного. Если я скажу себе, что нот постановлю X запятая ноль равно собственно X если я вот так вот договорюсь об этом то ничего страшного. Что я буду делать в качестве первого числа? Я буду вставлять бывшее второе в качестве второго я буду что вставлять? Нот не нот а остаток при делении первого на второе большего на меньшее. Ясно? Итак пишем алгоритм их клика. Прекурсивно. Я разобрал крайний случай. D my D C D от A взбитаем B двойточие. Если B равно равно нулю в этом случае ретерн A я могу не писать здесь else потому что ретерн выходит из функции. Поэтому если я сюда попал то это уже else. Ясно? Я напишу просто чтобы не было сомнений. Потому что это рекурсивный случай. А иначе что я делаю? я возвращаю он что my B C D от кого? от B запятая ну раз B не нулевой оказался то отлично он сюда а сюда я отправляю A процент B на A деление нет так что все в порядке. Почему я здесь все время предполагаю что A больше те кто писал когда-то в школе алгоритмы евклида можете легко увидеть что на первой же итерации если вдруг окажется что A меньше чем B то они просто поменяются места. Все будет нормально. Все задача решена алгоритм евклида написан. Вы можете вспомнить как пишется алгоритм евклида по школьному причем еще раз else можно не писать функция может а и еще в принципе я могу написать тело функции в одну строчку так что можно в принципе две строки написать так теперь факториал классические два примера показываю факториал и числа Фибоначчи запомните пожалуйста и факториал и числа Фибоначчи это худшие примеры для демонстрации рекурсии некоторые после лекции по этому курсу думают ну вот когда числа а нам нужны числа Фибоначчи давайте рекурсивных реализуем нас же учили это то как не надо я сейчас объясню почему начнем с факториала что мы должны подумать подумать вначале рекурсию пишем подумать первое крайний случай первым пунктом не забывайте про мышку первое факториал факториал мы можем сказать сразу в этом случае он что отлично факториал нуля если n равно нулю а если нет то чему равен n умножить на факториал от n-1 да если n больше нуля вот так отлично поехали d фактор от n если n равно равно нулю притер что хотите в одну строчку хотите дело в том что в питоне существует такая вещь как условное выражение или тернарная операция я сразу скажу ритер а дальше напишу что 1 если n равно нулю else else факториал фактор от n-1 умножить на n все здесь ключевые слова if и else разграничивают что условие которое стоит посередине возвращаем значение если правда и возвращаемое значение если лон ясно тернарный оператор называется для условных выражений можно использовать числа числа фибоначи я вам рассказываю про кролик про кролик итак пишем вначале математика математика перерыв перерыв числа фибоначи числа фибоначи чему они равны во первых число фибоначи равно n для n для n меньше 2 число фибоначи нулевое равно нулю число фибоначи 1 равно 1 для n меньше лу а глобально равно f n-1 плюс f n-2 для n больше равно 0 в крайний случай регулянтный случай итак f фиб от n чему это будет равно если у меня n меньше 2 перерыв число n else который можно не писать не напоминает else что рекер очевидно f n-1 плюс фиб от n минус 2 ну красота же да как читается хорошо как красиво а вы не не слышите иронии в моем голосе нет как дело в том нет действительно выглядит красиво совершенно серьезно действительно красивое решение задачи красивее сложно придумать описание но дело в том что для вычисления числа фибоначи 1 и для вычисления нуля достаточно одного вызов да а что нужно будет для того чтобы вычислить число фибоначи ну давайте вот тут я напишу 65 5 число фибоначи от 5 давайте поиграемся функция вычисления числа фибоначи от 5 проверяем не равно не меньше 2 значит что надо вычислить сумму двух чисел фибоначи значит нужно 2 раза позвать функцию позовем функцию от 4 и позовем функцию от 3 когда когда та закончит работу то есть это я рисую сразу а вызывается она будет потом вернет результат это функция от 4 что делает вызывает функцию от 3 которая вызывает функцию от 2 2 это еще больше либо равно чем 2 не меньше поэтому она еще вызывает 1 и 0 слава богу 1 и 0 быстрые возвращают результат она считает результат вот правильно чему 1 функция посчитана и возвращаете результат назад я не буду рисовать это сделать возвращаете результат ф от 3 должна еще вызвать ф от 1 m минус 2 ну который считается слава богу быстро и тут же возвращается значение 1 плюс 1 получается мы посчитали 2 функция от 3 посчитала свой результат возвращает его от 4 ф от 4 что он одну позвал а ф ф от 2 еще не позвал надо позвать ф зовет ф от 2 мы его уже вычисляли но интерпретатор об этом не помнит он нигде не сохранял эту информацию поэтому он будет перевычислять заново ф от 2 для этого непонятно надо выставить от 1 и от 0 посчитать сумму она как царапные винички посчитали результат 2 плюс 1 3 о 3 посчитали дальше что функция от 4 посчитала результат вернула его функции ф от 5 всех этих переменных уже не существует все что тут создал все не существует функция вернула результат все до свидания все подчищено сборщик мусора все подобрал да и доступаться к ним нельзя удаленно жить в том пространстве имен чтобы доступиться к ним именно все F от 5 F от 5 продолжает вычислять она еще не вызвала F от 3 вызывает F от 3 F от 2 F от 1 F от 2 F от 1 F от 2 возвращает посчитала 3 вызывает возвращает посчитала так и наконец таки F от 5 равно 5 даже на языке программирования C на котором все считается очень быстро 63 если у вас очень мощный компьютер 65 число фибоначи будет считаться уже несколько минут в то же время это число еще даже помещается в лонг нин то есть это не какие-то запредельные страшные числа просто каждый раз для вычисления 6 понадобится вычислить F от 5 и F от 4 вот это дерево еще и сюда припит количество вызовов становится запредельным оно порядка 2 в степени н понятно то есть мы породили алгоритм у которого симптотика о вот это не квадрат от n это очень плохо ясно да в то же время на бумажке быстрее посчитать 63 65 число фибонач понимаете просто в стол я в следующий раз расскажу ну или да в следующий раз расскажу вам про методику динамическое программирование которая вот эти значки рекурсивные сводит к очень простому и быстрому решению в некоторых ситуациях ну что же давайте дальше дальше следующая задача это быстрое разведение в степени быстрое разведение в степени оно интересно тем что в нем есть два варианта рекурсивной функции рекурсивного хода первый вариант для четных второй для н и счет чесет чесет если он не равен нулю но не будем отдельно еще брать н равно один если н нечетное то как мы можем понизить степень очень просто а умноженное на а в степени степени минус 1 вытащили 1 а из-под степени при н не равном нулю не нечетно нечетно а если четный то у нас есть волшебная возможность сделать что у нас m это на самом деле 2 умножить на n разделить на четный поэтому я что могу давайте я кратко это а в степени 2 умножить на m пополам что я могу сделать а квадрат в степени n пополам и я у меня степень была как бы запредельная 1024 да и я вот так за одну итерацию ее не на единичку понизил а в пополам то есть 1024 сразу превратилась в 512 за 1 уровень глубины рекурсии да еще один раз я основание обозвел еще раз в квадрат а степень понизил 256 раз раз и за 10 уровней рекурсии я получу а в степени 1 1 в уровне рекурсии вся степень и все прекрасно все возвращаю у меня один будет только вызов где а в степени 1 вот такой для ничего за один уровень рекурсии я вычислю 1024 степень класс это лабиритмическое сейчас я отпишу эту формулу да что нужно сюда писать это действительно а квадрат степени только единственное что я ну я все-таки на математическое но я напишу все равно n пополам и тонус на целом ну логично что степень должна продолжать оставаться целом при n не равно нулю счет ок и туго поехали def fast power fast подчеркивание power a запятая n двоеточие если n равно равно нулю не забывайте про мышку если n равно 1 нулю что возвращается return 1 иначе если элиф n процент 2 равно равно нулю ну давайте равно 1 да нечетно что в том же порядке в этом случае return что a умножить на fast power a продолжаем a возводить основание не меняется а степень становится n нулю c иначе очевидно что вариант только один я как комментарий пишу что n процент 2 равно равно 0 return что fast power от чего от a умножить на a запятая n пополам n на целое делить магнит fast подчеркивание power пирамиды 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 одна с круглыми вторая с какими-то там квадратными и третья с какими-то там этими ромбиками всякими многоугольными вот так вот представьте себе что ребенок потерял все кроме кругленьких аж три штырька остались и у него вот эти блинчики на пирамидке да правильно лежат все один на другом вот он построил пирамидку а дальше просит вас папа или мама хочу переложить со столбика один да на столбик два пирамидку хочу ее переложить но так что вы что делаете ну начинаете снимать руки нет только по одному так неправильно но что-то башняка все время стояла нельзя потерять ну что вы берете пирамиду целиком раз и все он говорит нет нельзя целиком по одному надо перекладывать только ну что вы делаете ну никаких проблем берем по одному перекладываем на третий столбик да у нас получается что такая вот штука потом обратно перекладываем ну как помните я про стек объяснял слегка да как развернуть поезд на путях вот у меня поезд да едет как его развернуть надо загнать стек да на боковые пути да потом вывести его попой туда и все и он развернулся ясно машина так разворачивается на узкой дороге а ребенок говорит нельзя класть больше блинчик на меньше он его раздавит ну башня он же играет в эту башню не может этаж более широкий ставить на более узкой логично поняли правило по одному блинчику перекладывать и надо переложить в итоге все на второблинчик чтобы ровно колокаку переставилось пользоваться третьим можно можно класть на блинчик большой совсем маленький можно или какой-нибудь средне маленький главное нельзя чтобы на маленький положить блинчик большего размера даже если чуть-чуть больше эта головоломка относится к таким которое тяжело решается головой человечества даже если вы знаете алгоритм то удерживать в голове решать ее очень непросто и количество перекладываний для достаточно невысокой башни будет достаточно велико поэтому в самых сложных головоломках до 10 доходит может быть это уже сидеть и долбиться об нее давайте попробуем решить самую простую задачу какую задачу аналогичную задачу мы решили легко отлично отлично блинчик один блинчик переложить не проблема я вам больше скажу а представьте себе что это основание я не пишу что больше там ничего нет представьте себе что это самый маленький блинчик тогда меня не интересует наличие всех остальных я могу считать что их как бы нет потому что он имеет право ложиться куда угодно ясно то есть крайний случай мы решили причем кстати его можно обобщить не с первого на второй а с иного на жидный с иного на жидный перекладываем кстати давайте вычислим номер третьего столбика если это и это жидный и и жид это от одного до трех причем разное и жи разное знаете как вычислить 6 минус и минус жи потому что 1 плюс 2 плюс 3 равно 6 логично если один из них один другой два то получится 3 один три другой два получится 1 6 минус 7 минус жи это номер столбика который соответственно я решил эту простую задачу не для первого второго а чуть-чуть в общину потому что мне наверняка предстоит перекладывать много как с иного на жидный мне понадобится перекладывать перекладываем с иного на жидный столбики более толстый блед вот решим такую задачу допустим я научился перекладывать я сейчас обобщу вот так нарисую пирамиду размера n-1 вот я умею ее перекладывать причем я замечу что вот этот толстый блин для перекладывания этой пирамиды никак и не мешает он себе лежит как основание для него как пол потому что на него любой из блинов можно класть логично любой блин можно на него класть поэтому эта пирамида перекладываемая с этого на вот этот или с вот этого на вот этот никаких проблем не испытает что я сделаю я уже умею перекладывать пирамиду n-1 или скажем так это умеет мой я прошу переложить мне пожалуйста вначале на столбик 6 минус 7 минус жид на временный столбик да на тмб столбик потом я торжественно перекладываю вот этот блин а потом я вдруг переложить мне обратно с 6 минус этого тмб столбика да на конечный жид столбик то есть у меня если я владею перекладыванием n-1 граммидки размера n-1 то вот я построил механизм перекладывания с n плюс еще одним блином ясно остается что записать решение так помой она между прочим эта функция будет выписывать порядок действий необходимых для собственного решения гоноролога дэв ханой размера n высоты n а значит что нужно еще раз сделать первое это крайний случай если n равно блинчик сам маленький будет иметь у меня номер 1 если если n равно 1 то принт что а прошу прощения за неправильную сигнатуру функции n и g ну если у меня ребенок хочет чтобы это были значения 1 и 2 по умолчанию я могу ввести значения по умолчанию вы помните да что можно ввести значения по умолчанию в функции итак если n равно равно 1 принт переложить переложить n запитая блин с и на житой штырёк штырёк не знаю как его назвать правильно штырёк так иначе переложить первую дверь понятно то есть это для 1 иначе что мы делаем во первых вызываем функцию ханой для перекладывания n-1 блина с какого с и на 6-3-ж столбик да затем я собственно перекладываю принт переложить переложить кого действительно тут уже n n блин с прошу прощения с и этого на какой житый на штырёк штырёк после чего попросить функцию ханой переложить на минус 1 блин на житый столбец с какого с временем с 6-3-житого на житый на конечный столбец сверху на вот этот блин понятно ясно да вот вот такая вот штука ханойские задача ханойских башнях но у неё неустранимая симптотика у неё 2 степени n перекладываний и есть от них никуда не деться теперь осталось нам только одно освоить из сегодняшней рекурсии это генерация генерация последовательности рекурсивной итак помните систему исчислений мы с вами прошли каково количество чисел в куричной системе исчисления длины ровно ну это не ровно а не более чем 5 очевидно ку на ку на ку 5 раз ну или короче говоря можно с лидирующими нулями поиграться и вспомнить комбинаторию да правила перемножения кто не помнит правила перемножения комбинаторию ну если у девочки 3 платья и 4 портуфеля то сколько вариантов костюмов у нее 3х4х12х ясно да то есть если первая цифра на рекрутинная генерация комбинаторных объектов генерация комбинаторных объектов Давайте первое что сделаем, сгенерируем все двоичные числа длины n с лидирующими нулями, то есть как они в компьютере представляемся. Двоичные числа, первая задача, длины n с лидирующими нулями. Что я сделаю? def bingen n. Итак, я хочу сделать так. У меня этой функции будет даваться префикс. Будет ей передаваться префикс, в который она собственно накладывает эти числа оставшиеся. И задача бенгена наложить в этот префикс оставшиеся n чисел. Причем сама она выводить это число не будет, потому что бенгена, она одна функция, вот ее вызвали, она что? Она что-то одно сможет и напечатать. А мне надо, чтобы их там было куча. на 2 в степени n. Ясно, да? Ну, 2 в степени n чисел длины n вычисли с теми числей. То есть я хочу собственно воспользоваться вот этим вот свойством рекурсии, да? Что у меня она вызвала? Она вызвала. Когда надо выводить результат? Если я не хочу нигде сохранять. Хочу просто, чтобы это происходил перебор и все. В крайнем случае. В крайнем случае. Как слово в крайнем случае заиграло, да? Только в крайнем случае надо выводить на экран. Да? Ясно? То есть вот когда рекурсия собственно на максимальной глубине. В крайнем случае. По умолчанию префикс я поставлю строкой префикс. Поставлю строкой длины. Ой, прошу прощения. Пустой. Просто пустая строка. Чтобы можно было бенген вызвать подряд. Соответственно, бенген будет вызывать две свои версии. Но, внимание, не забываем про мышку. Если n равно равно нулю. То что? Принт-крификс. Больше цифр добавлять не надо. Принт-крификс. А вот если n не равно нулю. Elf. Да? Я что предполагаю? Я кстати предполагаю. Что n больше нуля. Ну так. На всякий случай. Если дёрнется отрицательным знаком. Можно оси отставить. Ну тогда у меня ошибка произойдет явная. n больше нуля. Неправда. Не рекурсия бесконечная. Ну что я делаю здесь. Я вызываю бенген два раза. Бенген. n минус 1. Запятая. Префикс. Плюс. Ноль. Бенген. Н минус. Н минус. Прошу прощения. Н минус 1. Все правильно. Префикс. Плюс. Один. Плюс. Пусковой слов. Естественно. Чтобы строки склеивались. Все. Вот он генератор. Я вам хотел рассказать еще генерацию перестановок. Скажу вам. Все равно у вас останется что еще дома поделать. Да. Почти все задачи которые я сегодня писал. У вас есть сегодняшний контрольник. Который будет. Я нажму кнопочку и она появится. Так что вы можете придя домой. Сразу проверять контрольную коллекцию. И сразу со свежей головы туда забивать решение. Вот. Но там останется кое-что. Двоичные просто подписали. Одна задачка в запас. И второе это генерация перестановок. Перестановки. В массиве А. В списке чисел. Давайте только единственное что я делаю попроще. У меня будет. В списке чисел. От 1 до n. То есть вот такие числа у меня будут. В этом случае. Я сделаю функцию. Которая будет называться. Перестановки. А? Нет. Сейчас я вспоминаю название. Забыл. К сожалению. Забыл. Ребята. Простите. Пожалуйста. Перестановки ген. Перест. Ген. Перестанов. Джен. Перестановки ген. Значит. Что мне. Нужно сделать. Я буду. Формировать. Список. Чисел. Причем. У меня есть. n. Это. Максимальное число. Которое должно. побывать. Фактически. Да. Я могу упростить. От 0 до n. Вот. В принципе. Давайте. От 1 до. У меня количество оставшихся чисел, хотя я его и так смогу вычислять в принципе. Сейчас подумаю, надо или не надо. Не надо, не надо. И, собственно, формируем мы список А. По умолчанию я сделаю список А пустым, чтобы можно было перестану в ген вызвать просто так, дав ей n в качестве значения. Она, соответственно, должна сгенерировать, не вернуть, а вывести на экран. Вывести на экран список всех перестановок. Я вам буду печатать просто через пробел. Что я делаю? Самый простой случай крайний. В самом конце перебора у меня что? Печаль. Если кучня лен А, длина А, сформированного предыдущими уровнями рекурсии, переданного мне, равна, собственно, m, это значит пора кончать. Принт А, ну, принт звездочка А, чтобы его развернуть. Распаковать. Сюда. В принт его аргумент. Ясно сейчас, да? Иначе. Надо добавить еще одно число, которого не было. Причем каждый вариант. Я сделаю рекурсивный вызов внутри цикла фор. Фор, ну, там, x, например, да, добавляемая. В каком диапазоне? От 1 до m включительно. Да? Но есть ограничения. Я не для всякой цифры должен сейчас дергать эту функцию перестановку, а только для того, для того, x, который еще не встречался в уже переданном мне А. То есть мне уже сформирована часть этой последовательности, там, сейчас, например, длины 5. Но у меня уже в предыдущем уровне рекурсии вернули 3, 2. Мне нужно продолжить дальше туда, написывать эпендель числа. Но так, чтобы там не повторялись, нельзя, чтобы я снова написал 3. Это будет не перестановка. Ясно, да? С повторением. Мне надо такую, которой нет. Поэтому я сделаю так. Если у меня x, я послуживаю стандартными, я не буду тут искать, поэтому x not in A. Стандартный способ проверки нахождения значения в списке. Если оно есть, то это правда, not in A, соответственно, правда, а если нет? И в x not in A, что я делаю? Перестановка N. Так, что тут? Пишу. N, но оно без изменений, в данном случае, передается. Здесь длина массива нарастает. И что я делаю? Я передаю туда внутрь тот префикс, который был мне дан. А, те элементы, которые уже есть. Да, только я к этому списку доклеиваю короткий списочек из одного x. Ясно? Сам А при этом не меня. Не обманывайтесь. Функция перестановки ген не один раз вызывает себя. Вот бин-ген видно, она два раза себя вызывает. Это не один вызов. Это цикл форм, в котором их может быть тысяча великая. В зависимости от N. Ясно? Поэтому эта функция рекурсивно, обильно себя порождает. Поэтому у вас количество перестановок будет довольно велико. Но вы с этим поиграетесь, посмотрите, сколько их там будет для пяти, для десяти перестановок. То есть он будет печатать это дело. У вас же в крайнем случае отпечатают. Только в крайнем случае. Ну что же. Да, последний момент. Существует такая штука, как ограничение на глубину рекурсии в питоне. Но без него никуда не деться, оно все равно возникнет естественным образом. Память переполнится. Но в питоне это сделано программным образом. И этой штукой можно управлять. У меня сейчас, к сожалению, не записана методика. Это в модуле СИС, по-моему, там одна константочка. Ее можно углубить, если уж очень надо, больше, чем там десять тысяч. Но обычно это запредельно. Все. Спасибо большое за внимание. До встречи на следующей неделе. Вопросы есть? Контрольную. Придете домой, попьете чаек. Я как раз нажму кнопочку. А выложите, да? А? Еще раз. Выложите меня. Я ее полностью подготовил за время семинара. И сейчас мне осталось только выложить ссылку на нее. Она уже работает. Ссылку на нее выложи.